Важная новость теперь уже для юридических лиц и предпринимателей. Срок предоставления бухгалтерской финансовой отчетности перенесен с 30 марта на 6 апреля, так как 30 марта является у нас нерабочим днем по указу президента Российской Федерации. Соответствующее письмо подписано Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службой. Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, с 25 марта до 1 мая приостанавливаются все меры взыскания, в том числе откладывается принятие решений о приостановлении операции на счетах для обеспечения взыскания задолженности. Отсрочка взыскания распространяется также на налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, искусства, культуры, гостиничного бизнеса и других. Вся актуальная и полная информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Меры взыскания, которые приняты до 25 марта, отзываться не будут. Но это те меры, которые мы приняли к налогоплательщикам по задолженности 2019 года. Еще раз хочу обратиться к налогоплательщикам. Практически любую ситуацию по налогам и сборам можно решить дистанционно, не обращаясь в инспекцию. Прежде всего, это сайт Федеральной налоговой службы налог.ру, который насчитывает более 50 различных сервисов. Большинство вопросов можно решить с помощью сервиса и его различных форматов личный кабинет налогоплательщика. Для физических лиц это возможность узнать задолженность, оплатить налоги, сформировать декларацию, написать письмо с вопросами, которые волнуют налогоплательщика, а также направить нам заявление на возврат, в том числе НДФЛ, в связи с вычетами на имущество, обучение или лечение. Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с инспекцией также посредством личного кабинета налогоплательщика, соответственно, юридического лица или индивидуального предпринимателя. А также у нас организован взаимодействие и официальный электронный документооборот посредством телекоммуникационных каналов связи. 98% юридических лиц и более 70% индивидуальных предпринимателей общаются с нами посредством операторов связи.